Всем привет! Как дела? Это вторая серия 100 дней выживания в мире ядерного апокалипсиса. И да, с каждым днём выживать становится всё сложнее. На 26-й день у меня активировалась радиация, и теперь для того, чтобы выжить, мне нужно использовать противогазы или защитные костюмы. Вы даже не представляете, какое количество событий вас ждёт в этой второй серии. Перед просмотром давайте наберём 50 тысяч лайков, а также если вы ещё не подписаны на канал, то это надо скорее сделать, чтобы не пропускать новые серии. Ну а мы отправляемся в самый опасный и постапокалиптический мир Майнкрафта. Как-то раз Зимон со своим собакином сидели у костра, и знаешь, что случилось? Вдалеке внезапно они заметили слизня. Не, ну вы посмотрите, откуда он здесь. Это была ночь всё того же 25-го дня, и как внезапно я нашёл что-то на своём заборе. Посмотрите, тут какой-то конверт, откуда он тут взялся? А ну-ка, конверт от мистера Нежданчика. Ага, это один из моих билдеров. В конверте какой-то листочек. А ну-ка, привет от Паши. И тебе, Паша, привет, я уж испугался, что там может быть. Также ночью я убрал стол зачарования, так как вы писали в комментариях, что если будет буря, его может унести. А также я скрафтил свисток для своей собачки, с помощью которого я могу подзывать его к себе. На этом всё, я лёг спать и стал дожидаться следующего дня. Вы даже представить не можете, что произошло на 26-й день. Точнее, можете, я сказал об этом в начале ролика. По просьбам многих в комментариях сегодня добавляется радиация. Вот так вот выглядит счётчик Гейгера. Тот самый прибор, который позволяет нам измерять, сколько радиации находится вокруг, а также сколько радиации находится в нас самих. Доброе утро, ребятки, сегодня я хотел заняться... Чё это такое? Радиоактивный сундучок от твоей команды. Собакин, это ты, признавайся. Так, ладно, окей, давайте посмотрим. В сундуке меня ждали какие-то три непонятных предмета и книга с пером. Начнём, наверное, с книжечки. Усложним твоё выживание, теперь в игре будет радиация. В разных локациях она будет разной силы. Тебе предстоит искать пути решения борьбы с ней. Как ты это будешь делать, это уже твои проблемы. Бонус от твоей команды в сундуке. Ну супер, ребят, вы офигительно просто придумали, конечно. В сундуке я нашёл головной убор костюма химзащиты, счётчик Гейгера, а также антирад. Теперь оставалось разобраться, что эти все предметы мне дают. Так, окей, как я понимаю, счётчик Гейгера измеряет радиацию. Он показывает ту радиацию, которая как бы находится, кажись, во мне, а также ту радиацию, которая окружает меня вот этими жёлтенькими циферками. Изучив новые предметы, я понял, что даже здесь, около моего дома, уже идёт какой-то процент радиации. Я был, честно сказать, от этого в шоке. Но дело это то, что с каждым днём наше выживание становится опаснее и сложнее. Давайте сломаем нафиг этот сундук с табличкой. Давайте, ребят, проверим сейчас, где сколько у нас радиации, прям вот в данный момент, в данную секунду. Берём щечек Гейгера и кликаем правую кнопку выше, ребят, посмотрите, везде разный уровень радиации, офигеть. Офигеть, вот смотрите, уже оранжевые циферки пошли здесь, кажись, радиация прям посильнее. Здесь прям цифра 6, офигеть. Но на самом деле к нам особо радиации не добавляется. Я думаю, что это всё равно уровень нормы. 27-й день, и сегодня я решил, наконец-то, отправиться в биом под названием Пустошь. Я уже подходил к нему в прошлой серии, но так и не осмелился туда пойти. И сегодня мы сделаем это впервые. Окейшки, ребята, настал тот момент, когда уже пора отправиться в эти земли. Я знаю, что вы очень хотели увидеть, что здесь будет. Я сразу вижу, на меня уже бежит болотник. Сейчас, вот так вот. Посмотрите, радиация здесь на самом деле очень сильная. У меня уже 6%... Офигеть, какая тут радиация, посмотри... Так, чё, чё это было? Ага, ага, я понял. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Всё, есть. Первым делом я решил проверить радиацию. Здесь она, конечно, была повыше, чем около дома, но всё равно в пределах нормы. А пока я осматривался, на меня напал ещё один монстр. Там вот какой-то упавший ветряк такое чувство. Я думаю, что нам нужно идти туда. Ага, здесь вот эти вот болотники, так сказать. Ладненько, они вроде не очень сильные. С ними можно справиться. По одному. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Какая же ты страшная штука! Я очень надеялся найти тут патроны или оружие, потому что моё было на исходе. Так, ящик заметил, смотрите. Будем надеяться, что тут что-то ценное. Антират, посмотрите, отлично! Удаляет радиацию, то, что нужно. Антират убирает 300 радиаций, а у нас всего 59. Так что радиация, получается, здесь не слишком сильная. Надеюсь, вот в этом доме, в который я собираюсь отправиться, не будет запредельных значений. Идём дальше. Так, пройдём дальше, посмотрим. Может быть, что-то ещё будет наверху интересное. Я находил какие-то ящики, но особо хорошего лута там не было. А вот то, что меня ждало на вершине, это капец. Погодите, ребята, это... Это сталкер, ребята, стоять! Офигеть, посмотрите, как он ползает! Ё-моё! В какой-то момент монстров начал остановиться. Офигеть, какое огромное количество! А патронов у меня было всё меньше. Офигеть, он вызывает! Как меня окружили! Сталкер вызвал ещё сталкеров! Чё за жесть? У меня вообще патрон нету! Но я так не знам всё, ребят, сейчас я что-то придумаю. Но у меня есть лопата, ребята, подходите. Сейчас с лопаты раз-два-два. Так, тут есть ящик какой-то, ребята, а ну-ка! Офигеть, что это такое, господи! Офигеть, что за ужас! Так, уже ночь, я думаю, что сейчас отправлюсь домой и уже завтра вернусь сюда, потому что это жесть. Вы сами понимаете, что если я умру, то выживание закончится, так что надо быть максимально аккуратным. Я сейчас и так слишком сильно рисковал. Бежим домой. Окей, ребята, доброе утро! Я дома, и я выжил. Это радует. Окей, ладненько, давайте посмотрим, есть ли у меня какие-то патроны. У меня есть патроны на 416-ю ХК, но самой пушки-то у меня нету, блин. Да, в принципе, с патронами как-то не очень. Немного еще подсобравшись, я отправился в пустошь. Что ж, новый день, ребята, сегодня я туда не собираюсь пока что идти, потому что чувствую, что там какой-то рассадник. А вот в это здание... Ммм, что-то я передумал как-то. Ладно, ребят, мы с вами не боимся, к тому же у меня есть просто пожарный топор, который наносит 10 урона. Чего нам бояться, правильно? Вообще ничего. Окей, да, я вижу сталкеров, ребята, вижу мумий. И я действительно практически без патронов и с единственным топором решил отправиться в это здание. Я псих? Наверное, да. Так, ладненько, ребята, я буду очень аккуратно заходить вовнутрь. Двигаться на первом этаже было очень страшно, потому что я боялся, что сталкер где-то прямо сейчас вылезет из-за угла. И плюс к этому в здании действительно, к моему сожалению, было огромное содержание радиации. В сундуках на первом этаже я нашел РАД-Х, который замедляет проникновение радиации, а также немного антирадина, который вообще, в принципе, убирает 300 единиц радиации, как я говорил ранее. Все равно достаточно много радиации мы здесь получаем, все равно. Окей, надо подниматься наверх. Офигеть, ребята! Офигеть! Сталкеры и радиация были повсюду, так что действовать надо было максимально быстро. На втором этаже я нашел тоже огромное количество полезных ресурсов. И до меня дошла одна мысль. Блин, наверное, блоки, которые я здесь забираю и добываю, они тоже доставляют мне радиацию. Вот это вот у нас проблема, честно сказать. Окей, главное держать вот эту полоску в желтом значении. Если будет оранжевое или красное, это будет уже очень плохо. Привет! Ты застрял в паутине? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Уйди, уйди, уйди! Уйди, уйди, уйди! Этот день пока что был самый хардкорный из всех, которые были в этом выживании. У меня было мало патронов, не было с собой вообще аптечек, и вокруг было много монстров и радиации. окей так ребята 37 процентов радиации у меня уже надо поскорее тут все изучать и сваливать отсюда консервированная тушенка поедем пожалуй надо покушать реально надо поесть я вижу тень ребята я вижу тень и это не добру вообще добравшись до крыши меня встретили последние монстры на этом здании битва с ними была весьма долгой так что то вас тут как-то многовато у меня три сердечка все осталось аккуратно аккуратно чертами просто чуть не уничтожил попался вот теперь стой здесь когда у тебя нет больше патронов только с помощью топора убивать монстров такого уровня это офигеть как сложно все ребят я справился наверху меня ждала битва с последним сталкером в тот момент я подумал что все выживание подходит концу и на этом пора заканчивать но все же я смог и мы играем дальше все ребята сваливаем отсюда 29 день до предыдущие дни получились насыщенными так что надо было немного успокоиться и заняться домом окей друзья доброе утро чем сегодня займемся для начала давайте скинем радиацию у нас теперь есть вот такие вот желтые штанишки которые нас защищают от радиации это хорошие новости собакин ты как нормально первым делом я хотел собрать урожай так как увидел что пшеница и картошка в некоторых местах уже созрели надеюсь они без радиации но насколько мне кажется все было в норме радиации в них не было следующим моим планом на сегодня было расширение границы моего внутреннего двора для этого надо было немножко расчистить территорию а также я сходил за деревом и добыл его для будущего расширения забора на 30 день появилась кнопка на минус второй этаж но мне было не до нее на 30 день я приступил к тому что начал расширять территорию своего забора а также своего внутреннего двора получается надо чтобы выставить забор ушел целый день но получилось весьма неплохо теперь моя территория была намного больше 31 день сегодня настало время исследовать дамбу ты думал что я сдулся думал что обопсел но окей друзья я так понимаю что это дамба ага похож вроде на то рядом я нашел какой-то спуск и решил отправиться прямиком туда спустившись вниз я нашел несколько ящиков которые был достаточно полезный лут например детали фильтр для воды косточки и кое-что еще интересное кошка удерживайте шлиф чтобы увидеть элементы управления так интересно с этим и позже разберемся так о с к с очкой патроны офигительно потому что у нас вообще патрон нету а здесь гитара и защитные наушники а гитары получается мы можем бить а наушнички ох ты посмотрите яу яу с вами зиманчик а ну-ка быстренько поставьте вверх пальчик ставьте лайки окей ладно поиграли если хватит надо вернуть так сказать защитный убор так как радиации кстати говоря здесь немного но все же везде по-разному ага тут еще есть пуск вниз давайте спустимся пока я спускался меня уже поджидали монстры с которыми я очень быстро разобрался так что у нас здесь в ящиках ага есть какой-то скорпиум вот такой вот но патроны него единственное нету что обидно так здесь у нас патроны на коллаж тоже супер так я слышу еще этих монстриков так стоять 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 так пока акула какая-то курьих ножках не появилась нафиг отсюда сваливаем саженец дуба офигеть это просто отличная история и консервированные спагетти давайте это все заберем и я думаю что теперь вот тут от потихонечку пойдем домой потому что уже вечер блин 32 день сегодня я хотел закончить расширением своей территории конечно же по стандарту нужно было убрать весь песок и всю каменистую землю для того чтобы в итоге здесь выросла настоящая трава окей я расчистил всю территорию теперь идет добывать землю не сказала что ее здесь много но она есть ох это жаба тут гуляет и гуляет вообще как и до сих пор не уничтожили ну и хорошо так сказать свобода жабам под конец 32 дня я полностью закончил застраивать территорию двора землей на 33 день я собрал немного тростяка и самое главное посадил свое первое дерево в этом выживании ура ребята я выросил первое свое дерево в это выживание а ну-ка давайте соберем быстренько и у нас ребята прямо сейчас есть листва давайте-ка быстренько быстренько сделаем ножницы я собрал немного листвы для декорации и немного оставил чтобы с нее попадали яблочки и самое главное новые саженцы 34 день и сегодня пришло время вспомнить о кнопки которая появилась на 30 день то куда она вела повергнет вас в шок у нас появилась еще одна кнопка и вы об этом знаете наверное ждете уже когда я на нее нажму прошлый раз было весьма сложно надеюсь в этот раз будет полегче ну все погнали было не было и поначалу я бывал в темное помещение все в принципе как обычно так тут можно включить свет вот так лучше это было страшно я ходил осматривал комнаты находил детали разные ресурсы немного патронов но вот этот вот самый завал я не знал как обойти и достаточно долго ходил и искал выход по итогу я нашел вентиляционную шахту по которой по классике жанра я смог пробраться о супер мы прошли отлично но вот то что ждало меня дальше было действительно необычным ё-моё что такое тут получается вообще какая-то пещера окаешки тут достаточно высоко попробуем спуститься аккуратно спустившись меня ждала закрытая дверь а также вопросы на которые я должен был ответить посредством рычагов сколько у тебя каналов на ютубе блин а я откуда знаю ну вообще у меня три канала на ютубе какая по счету эта часть выживания 2 я правильно ответил на все вопросы они были очень сложные но мы справились где это я и вот тут я попадаю в какую-то сказку только представьте это огромная древняя пещера находится просто под моим бункером что важно здесь вообще нету радиации и нет ни единого монстра так здесь есть картошка забытая рыба 20 и книга с пером прошел где-то день после начала апокалипсиса я слышал где-то на этом этаже есть деревня над найти ее по пути мне встречались всякие книжечки записки выживших которые как я понял отправились сюда дабы спастись от ядерного апокалипсиса ох тут много патрон достаточно и тут видно кстати говоря что в этой древней пещере все равно есть следы человека значит тут точно были люди ребят посмотрите как это все красиво выглядит офигеть я тут не вижу ни одного монстра еще этот тоже плюс тут какой-то храм смотрите каким образом из ядерного апокалипсиса я попал в какой-то том рейдер так здесь есть вот такая вот штука о можно спуститься погнали ай нет стоять я собрал милую статуэтку и отправился к кровати которую нашел до этого так как надо было восполнить шкалу бодрости окей мы выспались мы продолжаем бродить по этому офигительному месту такое чувство что это вот просто из сказки и как это находится под бункером я вообще не понимаю ладно давайте посмотрим что здесь есть еще так вот тут какая-то штука я думаю что мы можем просто сломать эту проволоку так куда делась моя кирка эй отдай мне мою кирку офигеть офигеть эта штука сажала мою кирку вернув кирку обратно я нашел пару сундуков в которых нашел что странно консервированную еду а также детали алмаза далее меня ждал паркур и это было немного стрёмно мы в принципе умеем мы умеем паркурить ребят потому что вы проходили школу паркура просто просто стоять стоять какие-то сделал так я просто я просто один раз пользовался этой штукой и не знаю даже получится ли у меня еще раз еле-еле я пропрыгал весь паркур и пошел дальше кстати у меня почему-то пропал скин посмотрите как стив по дороге мне встретился уголь железо и золото я решил это все добыть так давно и так не ходил в шахту а это лишним так сказать никогда не бывает в майнкрафте очень сильно устал буквально 10 минут назад слышу чей-то крик надо отдохнуть перед ответственным моментом что за ответственный момент он говорит мне это не нравится оказалось нужно было снова прыгать на крюке кошки в этот раз это было посложнее но я все равно справился и попал на очередной островок как они затащили сюда эту машину пройдя дальше по мостику я нашел вот такой вот храм рядом с ним был подвал где было вот такие вот три рычага 10 минут я потупил и разгадав все-таки ребусы смог открыть вход упав вниз воду я отправился решать новые ребусы прошел раз прошел 2 попал в какую-то гробницу забрал отсюда все ресурсы вернулся обратно прошел еще один ребус и прошел дальше и вы даже не представляете что вот было дальше вот под предположите просто это было деревне ютуберов тут был шагич тумка нейзи феликс и все-все мои друзья все они торговались я купил верстак у тумки не теряйся а также немного патронов феликса это был конец этой пещеры я решил отправиться домой 37 день не из этой пещеры даже я забыл что мы находимся все-таки в апокалипсисе и все-таки нам надо продолжать выживать с утра я убрал забор который моем бункере уже был не нужен а также сегодня я хотел укрепить свои стены так что взял колючую проволоку и отправился и расставлять все ребята забор у нас защищен но я думаю что надо бы еще немного быть колючей проволоки еще более сильно его защитить как вы видите я не все еще колючую проволоку добыл так что время это сделать прямо сейчас так вот здесь я предлагаю сделать вот такой вот ров для наших монстров и лучше его делать два на два блока потому что монстр у нас некоторые здесь большие и в один блок они могут не свалиться так сказать мне намекнули что да здесь монстры могут потом ломать блоки так что мы потихоньку будем защищать свою базу от недоброжелателей до конца 37 дня я копал ров и хоть я еще сделал его не весь но это уже была хоть какая-то защита что ж друзья новый день и я снова здесь слава богу вот этот домик мы прошли и вот здесь вот мы прошли можно идти дальше вглубь пустоши радиация как вы видите тут зашкаливает все как обычно кто вам близко лучше не будем приближаться и сегодня я хотел бы посетить вот этот вот корабль когда-то он плавал а сейчас он просто стоит посреди пустоши как я тут вижу еще какие-то двери видимо в какой-то тоже бункер кто-то тоже получается в этом бункере есть наверное посмотрим судя по всему он не стал территорию облагораживать как я или этот бункер пустой что еще я вижу вот какой-то кран там видимо когда-то шла какая-то стройка так вижу stalker а в этом выживании спокойно пожить и порассуждать тоже не дают постоянно вылазил какие-то монстры постоянно хотят тебя убить на этот раз у меня было достаточно много патронов и я чувствую себя поувереннее чем предыдущие дни так вроде бы справляюсь слава богу что в этот раз у меня нормально патрон чё по радиации у нас здесь 300 300 радиации в секунду это достаточно много но на самом деле это все равно мало так как у нас хорошая броня а также есть рад x который заглушает действия радиации на меня так что у нас тут рад x это хорошая штука патрончики на калашек досочки еще рад x сейчас моего побольше так сказать используем и тогда радиация вообще не будет проходить аптечка отлично аптечка это просто супер давайте я сразу используем далее я решил спуститься на нижние палубы и тут было достаточно много монстров достаточно много ящиков с лутом и достаточно много дырых в которые могли проходить еще больше орды монстров тут еще ребятки окей ребята посмотрите здесь даже есть кровать и в принципе радиация тут так а ну-ка где мой счетчик гейгера ну радиация здесь есть но учитывая что я принял рад x то в принципе здесь может быть нормально даже переночевать все отлично вроде бы я всех уничтожил чёрт у меня 25 процентов сна я точно уже до дома не дотянул надо будет тут то есть 100 процентов переждать ночь так давайте посмотрим может быть удастся тут еще какой-то лут налить наверху для начала а наверху оказалась комната капитана где я нашел достаточно хороший лут а также оставил несколько своих вещей так как у меня уже рюкзак и инвентарь были просто заполнены плюс тут была кровать это очень хорошая новость потому что я выбрал что ночевать буду здесь окей вроде бы я все осмотрел вроде тут больше ничего нету я собираюсь остаться на ночь поэтому думаю что заделаю все дырки сейчас в этом так сказать корабле а может быть потом это станет нашей второй базы если я придумал как отсюда прогнать радиацию пока что я не знаю как это сделать конечно здесь значение незначительные для нас но все равно сами понимаете на постоянную основу здесь находиться вообще не вариант заклеив все дырки досками я понимал что уже надо ложиться спать потому что состояние бодрости у меня было десять процентов так что я прямиком отправился к своей кроватке так куда сегодня отправимся какие у нас варианты у нас есть еще вот этот дом наверняка у тоже радиоактивный за ним есть еще какое-то здание можем туда сходить есть эстакада за эстакадой я тоже вижу какие-то дома а здесь ближе к нам всего расположена стройка я думаю что пойдем туда поначалу все было нормально немного монстриков я их аккуратно уничтожал осматривался и тут в какой-то момент случилось следующее ужасная орфеная мумия к чё это такое появилось у меня посередине экрана сверху чё это такое где эта штука это чё такое мамочки это что такое и я официально заявляю это был первый босс в этом выживании и он чуть меня не уничтожил так у него еще много достаточно жизней чава воровы с ним справиться надо еще пару обоим как минимум в него всадить так убегаем 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 перезарядочка перезарядочка я его выиграю ребята я его выиграю он просто кидается какой-то невероятной фигнёй ай меня меня застопило бежим 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 что это такое я до сих пор не понимаю так давай 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 еще чуть-чуть все обидеть сколько опыта посмотрите офигеть ох я справился какой какой-то уровень будет по итогу 40 уровень офигеть и мне дали какие-то непонятные штучки слот для амулета кольцо призыва блестяшки давайте это сейчас все уберу потом уже дома разберемся что с этим совсем делать так ребятки нужно забирать уже все эти ресурсы отправляться обратно на корабль 15 процентов посмотрите у меня сейчас 15 процентов сна и чувствую что еще чуть-чуть и я опять блин буду в тумане ходить так что надо быстренько быстренько все проверить и идти домой так ну на кранах я не думаю что что то есть здесь принципе все вот туда еще можно будет ходить посмотреть но сейчас 10 процентов сна у меня уже замедление как раз таки закат успеть подойти до дома и было бы супер ваши ставки успею я или не успею давай 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 быстрее 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 все я успел я успел я у кровати спать можно только ночью ждем ночь 40 день сегодня я все-таки решил сходить в тот самый бункер который еще видел пару дней назад мне было действительно интересно заброшен ли он или там действительно есть выжившие что за звуки я кого-то вижу ребят что ты я уже сюда не хочу как-то конечно же уже как только я открыл двери меня поджидали а танцевать давайте танцевать пацаны вас flex time я понял понятно было одно бункер был совершенно пустым и разрушенным возможно мы сможем потом это использовать как свою вторую базу но пока что здесь неплохо так бьет радиация бункер был совершенно небольшим но самое круто было это кухня потому что там было много еды разобравшись со всеми монстрами забрав всю еду я решил выбираться отсюда а уже был вечер 41 день сегодня ко мне пришел в голову очень крутой проект внутри этого выживания так что для него мне нужно будет очень много дерева вокруг было много ели так что весь день я добывал ее с утра сорок второго дня я собрал свой тростник который уже вырос а также сделал нормальное место для своего стола зачарования мой новый проект был домик на горе для начала для этого проекта надо было провести мостик через дорогу а также начать расчищать территорию на этой самой горе на это у меня ушел целый день 43 день посмотрите какой красивый получился мостик сегодня отправился за камнем так как до постройки мне нужды были каменные кирпичи что же ребятки вот такая вот прекрасная у нас башенка дом получили сейчас я здесь вот рассажу костной муки вот таким вот образом чтобы было красивенько кстати говоря еще можно будет провести вот такие вот дорожки здесь еще сделать заборчики но это все мы уже будем делать в следующей серии вот как то так а вот здесь вот можно поставить вот такую скамеечку и с красивым видом наблюдать за закатом спасибо что посмотрели эту серию давайте наберем 50 тысяч лайков кто еще не успел подписаться на мой канал быстренько подписываемся не забывайте смотреть ролики на моем втором канале на него тоже подписывайтесь но на этом все с вами был зимон всем удачи и пока